В Екатеринбурге Верхесецкий федеральный районный суд отправил на 7 месяцев в колонию-поселение Ярослава Ширшикова, который призывал в сети к массовым беспорядкам и до кучи назвал полпреда президента на Урале Николая Цуканова польским шпионом, ну то есть по факту оклеветал. В марте этого года Верхесецкий суд по совокупности двух уголовных статей выписал Ширшикову полтора года ограничения свободы. И среди этих ограничений Ширшиков должен был регулярно отмечаться в соответствующем органе. Но Ярослав в эпоху коронавируса отмечаться перестал, то есть нарушил условия, при которых ему позволили оставаться на Урале, и суд вполне логично наказание ужесточил, назначив реальное лишение свободы на 7 месяцев на поселении. Таким образом Ярослав Ширшиков стал не просто уголовником, а сидельцем. Напомню, что Ширшиков, будучи на воле, называл себя гусаром и епископом сатанистской пастафарианской церкви некоего летающего макаронного монстра. Ну то есть макаронавирус засел в Ярославе задолго до коронавируса. В прошлом году, в мае, пастафарианский епископ Ширшиков был одним из самых активных протестунов против строительства храма святой великомученицы Екатерины в сквере у драмтеатра, где он проводил свои сатанистские макаронные мессы с дуршлагом на голове. Судя по его развеселому поведению, все это для него было развлекалочкой, и вот, да развлекался до реального заточения за решетку. Поселение это, конечно, далеко не общий режим, тем более не строгий, но это все-таки как есть колония, где у Ярослава появится время поработать на благо отчизны и подумать о смысле жизни. Он себя позиционирует как гусар, а гусар это прежде всего женщины и вино. Ну, насчет секса на поселении тут как бы все непросто, он там, ну, не гарантирован, имеется в виду традиционные гетеросексуальные отношения, а вот свой прогрессирующий алкоголизм гусар Ширшиков сможет подлечить посредством вынужденного воздержания. По словам самого Ярослава, напечатанным в сети, его не арестовали, но он бегать не собирается и отправится на поселение самоходом уже на этой неделе.